так добрый день всем получил еще один бинокль точнее последний значит больше заказывать я не буду ну было интересно взять этот и я получил еще один но я делал на него распаковку почему заказал и скоро протестим в принципе я знаю какие бинокли я точно ставлю до зимы потому что очень интересно протестить запотеет они или нет потому что заявлен а то реально есть он там или нет это большой вопрос потому что это китай можно купить заявленным азотом а его там не будет вот такой бинокль он здоровый фирма люксун или как там ее здесь есть крышки на глазнике вот это вот классно потому что когда носишь в кармане сюда часто попадает дождь за пазухой не страшно вот поэтому крышечки эти нужны единственное что видите здесь хотя бы какую-то петлю сделали вот так взять бы если связать там например ремешок мне не нужно вот тут бы я связал чтобы не потерять но петли тут нету не странно в принципе можно вот тут что-то привязать по центру и вот так чтобы дырки не колоть но это посмотрим так вот такой бинокль здесь заявлен азот 300 эти наглазники не знаю есть он тут или нет линза он видите двигается вся вот вверх идет между линзой щель если я туда воды налью все уйдет туда есть у меня бинокль с двойными линзами когда вот здесь вторая линза это ездит там а здесь вторая линза она герметична так как бы да ну смотрите что мне понравилось бинокль номерной длинный длинный номер серийный вот это уже говорит о том что это оригинальный китай и делает хорошие вещи дальше размер его как бидже 12 на 25 такого же вот спойл призмой то есть он огромный вот смотрите у меня есть вот такой бинокль который мы уже распаковали и тестили бинокль классный бинокль вообще мне понравился лучше от вот этого бидже 10 на 22 который я там делал обзор бомбы писал вот этот бинокль даже лучше здесь зеленый окуляр бидже синий в том этот ярче вот но увидите это тоже поменьше размером так сказать бушнелик который у меня восьмикратный еще меньше он складывается на пол бинокля вот поэтому блин размер и вес у него я вам скажу 200 около 200 весит выдвижные наглазники хорошо или нет не знаю мне наглазники нравится вот в этом они плотненькие они в то же время мягкие и вообще хороший бинокль здесь тоже самое видите есть прокладка есть линза двигается и есть между линзами щель и еще и вон какое-то отверстие вот не знаю есть там у нас вот или нету потому как все вот это движение наводит на можно понять там две трубы относительно друг друга и они ездят да то есть между ними сюда есть зазор если он там есть естественно там ажота не должно быть он просто оттуда испариться я понимаю здесь была бы линза и поле линза еще герметично и там были да но здесь серия в п или в и и вот это еще что-то значит я не знаю смотрел я в него я вам скажу бинокль хороший он четкий яркий мне бинокль понравился кстати линза видите здесь меньше она зеленая реальных здесь восемь крат несмотря на вот эту вот 10 на 25 вот на реальных настоящих здесь 8 что не понравилось не понравилось конечно размер блин огромный просто просто такой вот он большой но яркие тетки как бы не знаю все упирается в то что будет он потеть или не будет я принципе могу сейчас холодильник закинуть и попробовать снять видео запутеет или нет вот оба эти давайте наверное попробуем если что-то получится выложу а так бинокль хороший стоимость делает из билиси с вот этой выпей маркировка делает из биджа стоимость у них 2 800 аж 2 800 я бы никогда за него не отдал я его брал ну 1700 1800 в этих пределах когда была скидка и люксон фирма другая не бинеси поэтому за три тысячи там 3 300 этот бинокль есть просто бомба с азотом со всеми десятью реальными кратами я делал на него обзор я купил еще один такой же тот я отдал папику я сделаю видео о лучших биноклях пройдемся по всем 2020 и наверно на этом все потому что много вконтакте пишет помоги подобрать там или видео посмотрели еще что-то в общем по китаю сделаю вот и давайте попробуем протестить в холодильниках положу